Как лучше писать имена рассадки? Папа-мама по имени-отчеству, просто по имени, по имени-фамилии. Имена в рассадке лучше писать так, как вы называете, ну так, как молодожены называют по-настоящему своих знакомых, своих друзей. Мне очень нравится, когда нет условного вот этого пафоса, да, Александр Петрович, Степан Иванович там и прочее. Когда есть именно то, значит, когда молодожены называют в плане рассадки своих гостей так, как они их называют по-настоящему. Но если мы говорим про родителей, то, например, вы для, там, допустим, для невесты вы мама, а для жениха вы Светлана Ивановна, да? Точно так же, как и мама жениха. Для жениха она мама, а для невесты она Светлана Ивановна. И поэтому родители все-таки я за то, что вы писали по имени-отчеству. Ну, потому что здесь, ну, только если, конечно, оба молодожена, если молодожены вдвоем не называют родителей мама и папа оба. Остальных мне нравится, и мне кажется, что это очень классно, когда молодожены называют так, как они привыкли их называть, когда вот их имена записаны, ну, вот так, как привыкли. Сейчас попробую показать вам что-нибудь. Вот, например, вот здесь вот они пишут. Максим, Артур, свидетельница Манечка, Гришуля, там, и прочее, да? То есть они вот называют его Гришуля, вот они не написали, что он Георгий Петрович, а Гришуля. И мне кажется, что это очень мило, и гости, знаете, их это очень улыбает, когда они подходят к плану рассадки и видят, что там свидетельница Манечка и Гришуля написаны. Они прям получают такие приятные эмоции, потому что, ну, вот как есть, да? Вот как по-настоящему называют, так и называют.